Итак, дорогие друзья, всем еще раз добрый вечер. С вами Григорий Мирошниченко, город Симферополь пока. Следующий вебинар у нас пройдет тоже из Симферополя. Это у нас будет в пятницу. И потом уже я буду работать в Челябинске и в Кургане. Челябинск и Курган. Итак, дорогие друзья, прежде всего мне хочется не то что там извиниться за те задержки, которые есть. Технически есть моменты. Плюс к этому непонятки было с конференцией комнатой. Были непонятки то, что модератская ссылка там была скинута. Ну, так получилось, что помощник, который это делал, немножко перепутал все. Поэтому, как говорят, если хочешь, чтобы было сделано так, как надо, делай это сам. Поэтому вот так вот получилось. Некоторые накладки. Но я думаю, что вы знаете, что Сибиряков Сергей Анатольевич и Леша Соходовев тоже самое. У них были проблемы. Это замечательная комната Мирополь, чудесная комната. Но бывают определенные нюансы. Итак, дорогие друзья, сегодняшний вебинар у нас будет посвящен прежде всего, конечно же, смене этапа и то, что происходит, те новости, которые есть. И кто у нас есть, я думаю, что здесь много есть помощников. Кстати, вот приветствую Юру, во-первых, Зубера. Давно уже не слышал. Юра, я тебе, наверное, дам еще модератскую ссылку дополнительную, чтобы когда у меня что-то не проходит, чтобы ты проводил эти вебинары. Почему? Потому что ты их можешь провести и можешь провести их классно. И потом мы с тобой, наверное, интернационально переговорим на эту тему. Почему? Потому что ты находишься на Украине, я нахожусь как бы больше в России, но не имеет значения. У нас вебинары проходят не только у нас в Кэпитал, но и в головной компании. И у Андрея Федоровича Хавратова люди со всего мира и с Украины, очень-очень много у нас партнеров. Прежде всего, я хочу, наверное, поздравить всех нас, дорогие друзья, всех нас, особенно россиян. Россиян прежде всего с тем, что по итогам работы за этот месяц мы сделали новый рекорд. К сожалению, цифру я не могу назвать. Это немножко закрытая информация. То есть по объему инвестиций в этом, в прошлом месяце, в прошлом месяце уже мы сделали очередной рекорд. И такой рекорд потрясающий. И при этом в этом рекорде, наконец-то Россия, помните, да, как я часто говорю, не только я это говорю, но я больше всех, наверное, говорю, что за державу обидно, за Россию обидно. Россия, наконец-то, дала больше всех инвестиций из всех стран. Если перечислять страны, это, если я скажу, что это Нидерланды, знаете, что такое Нидерланды? Так вот, мы дали больше, чем Нидерланды. Мы дали больше, чем Германия. И это вот такие небольшие страны. Это больше, чем, допустим, Испания, Франция и так далее. Россия, вся Россия. Любушка, абсолютно верно, Россия вперед. Вот, дорогие друзья, вот это понимание того, что за державу обидно, это с моей стороны. Мы здесь все за Украину, может быть, Юра Зубер пусть скажет за Украину. За Украину обидно. Почему? Потому что Украина начинала первое. И самые первые, самые большие инвестиции были с Украины. Потом пошли инвестиции с прибалтийских стран. Это Инета Джана, это Ирина Волкова, это Сосвига, очень многие ребята. В то время мы работали больше у Андрея Федоровича Ховратова. Вот это, знаете, подхватывает, 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 подхватывает. Потом нас подхватила Европа. Ну и европейские страны, конечно, там инвестиции совершенно другие. Я цифры не могу назвать, но все как бы не то, что поприветствуем, а признаем то, что Россия наконец-то начинает просыпаться потихонечку. Да, Сережа, Сережа, приветствуем персонально. У тебя потрясающие ролики, действительно удивительные ролики. У Сергея Каледина «Русская дорога». Русская дорога, ну, мы без фанатизма. Почему? Потому что у нас есть и украинцы, и белорусы. И сегодня была озвучена цифра, 200, более 230 стран уже участвуют. Хотя вы знаете, что в Организации Объединенных Наций только 192 страны. А у нас уже участвует в инвестициях 230, более 230, по-моему, даже более 250 стран. То есть это вот сама по себе идея, она захватывает всех. А впереди всего идет идея. Просто идет идея. И эта идея, она действительно, она, вот, как Анатолия Дуанчиницкого обозначает, это белорусско-русский ученый. Или русско-белорусский ученый, изобретатель и так далее, и так далее. Который опередил свое время. И каждый понимает это по-своему. Но то, что мы делаем, вот здесь идея. Сегодня у нас была очень интересная беседа с одним крупным предпринимателем здесь, в Крыму. Который обозначил цифру, ну, для нас, вот, для нашей структуры, наверное, эта цифра довольно-таки приличная. 50 тысяч долларов. И этот человек, вот, ему главное, чтобы понравилась идея. Вот, понимаете, не деньги, а идея. Та идея, которую, вот, то, что мы создаем. И вот, дорогие друзья, вы знаете, я для себя вот так это отмечаю, отмечаю внутри. Вчера я ехал на такси из Коцевели, это в Крыму. Кто знает Коцевели? Из Коцевели. Там наш партнер, это Сергей Кулик. Просто в интернет вот для себя запишите и посмотрите. Сергей Кулик. Сергей Кулик. Вот я просто прошу вас, запишите и посмотрите. Сергей Кулик. Что это за человек? Это первая, можно сказать, самая такая глобальная устричная ферма вообще в России. Человек, который вложил огромные деньги. Человек, который прошел через все, кстати, перипетии. И он написал, записал прямое обращение к Владимиру Владимировичу Путину по поводу бизнеса в Крыму. И это стоит посмотреть. Почему? Потому что этот человек наш партнер. И его поддержать. Это очень важно. Так вот, к чему я все это говорю? К тому, что тот человек, который был у нас сегодня... Любушка, да, хорошие дороги. Это звучит абсурдно для России. Мы исправим эту ситуацию. Почему сегодня я не сделал рассылки? Я отвечу на этот вопрос очень просто. Сегодня мой ультрабук забрали, буквально сказали, на один час. Не в ремонт даже, а просто почистить. И мне сказали, ребята, через один час мы его вернем. Это было 5 часов тому назад. Я подчеркиваю, 5 часов тому назад. И пока мой компьютер довезли до места чистки, потом привезли обратно пробки. Пробки такие сумасшедшие в Крыму, что, ребята, во многих городах таких пробок нет, как есть в Симферополе. И, кстати, в Севастополе тоже самое. Почему, опять же, почему? По одной простой причине, что решение транспортных проблем без нашей технологии на сегодняшний день при минимальных затратах, я подчеркиваю, при минимальных затратах, при самой высокой степени безопасности, экологичности и так далее, не существует. Если вы будете спорить, то, ребята, просто послушайте последний репортаж Анатолия Владимировича Юницкого. Вот просто последний репортаж, он есть. Ребята, кто здесь есть, сбросьте его репортаж. Дальше идет еще, там идет репортаж, вернее, выдержки из вебинара Алексея Суходоева. Ну, вот просто сбросьте, посмотрите этот репортаж. То есть, почему такая востребованность нашей технологии? И она не просто востребованность, она, как говорят, время пришло. Время пришло чего-то, и это остановить невозможно. И вот Сергею Калебину я благодарен, вот просто низкий поклонный респект за то, что вот те ролики, которые он сбрасывает, да, это русская идея. Сбрасывайте ролики разной идеи, вот разных идей, разных наций. Вот не имеет значения, мы все, мы все единая команда. Просто единая команда, мы все единая команда. Ириночка, благодарю. Да, соответственно, что я к чему все это вот сейчас говорю сегодня, что те новости, которые есть, вот просто, ребята, задумайтесь. Хотим мы этого или не хотим, но давайте так вот немножко на землю опустимся и понимаем, что большинство людей приходит для того, чтобы заработать денег. Вот просто заработать денег. И вот у меня сейчас вот блокнот мой открыт, это выдержки с нашего, скажем так, лидерского вебинара региональных представителей. Кто у нас здесь есть, ребята, с региональных представителей? Просто обозначьте. С региональных представителей. Кто-то есть на вебинаре, нет? Я вам обозначу. Во-первых, переход на 10 этап состоится 19 сентября. И возможно, что он не будет продлен. Но я лично думаю, что он будет продлен. И я попрошу лично, буду просить, чтобы продлили до конца месяца. Но это мое пожелание. Я думаю, что со мной многие согласятся. Почему, я сейчас тоже обосную. Дальше. Возможно, что переход на 11 этап будет очень быстрый. В связи с тем, что приходят действительно очень и очень крупные инвесторы. Почему они сегодня приходят? Я подчеркиваю, это инвесторы. Это не заказчики, это инвесторы. Родион, вот просто, вот чтобы твои слова до богу в уши. Чтобы продлили, обязательно продлили. Почему? Потому что если кто-то бывает на вебинарах Виктора Тарасова, Виктор Тарасов обозначил, как это супер финансист, супер аналитик. Он говорит, вообще, закрытие корневой технологии будет, скорее всего, происходить до конца 2018 года. Вот я, как говорится, хочу Господу Богу помолиться для того, чтобы это так было. По одной простой причине, что у нас будет возможность иметь большее количество акций. И не ради, может быть, не ради денег, но мы сейчас о деньгах говорим. Поэтому у меня вчера, когда Гузель Магасумова, сейчас она находится здесь же, в Крыму, она прилетела, ну, практически неделю тому назад, и не только отдыхает, но и работает здесь, в Крыму. Почему? Потому что интернет есть. И вот завтра у нас будет завтра, кстати, кто у нас есть в Севастополе, ребята, передайте всем, завтра в Севастополе в 12.00, а рассылка уже сделана в чатах, будет встреча, у нас расширенная встреча, где будет выступление и присутствие, и ответ на вопросы Магасумова Гузель. Вот. И по поводу денег, опять же, я возвращаюсь к деньгам. Вот мы, вы обратили внимание, что в отличие от всех остальных проектов, я имею в виду проекты, разные проекты, сетевые, не сетевые, финансовые, все говорят только ориентированы на деньгах. Мы же на деньги не ориентируемся. Вот как-то вроде на деньги не заставляем внимания. Нет вебинаров отдельных, которые вот именно по партнерской программе, по агентским вознаграждениям, по многоуровневому краудинвестингу. Вот это выражение, многоуровневый краудинвестинг, для себя просто запишите. Сегодня мы общались с интересным человеком, который вот как раз он планирует вложить 50, планирует, пока я не говорю вклад, планирует вложить 50 тысяч долларов. А он оказывается знаком с сетевой индустрией, с MLM-маркетингом. И вот мы стали очень долго, мы, наверное, часа три общались с одним человеком, но стоило это общение. Почему? По одной простой причине, как говорится, мы сделали разведку, он ответил на все вопросы, и мы поняли, даже не мы поняли, а он понял, что это стоит рассмотрение. Это стоит рассмотрение. Так, я немножко перескакиваю с одного на другой. Итак, дорогие друзья, переход на 10 этап 19 сентября. И постараемся, вот я лично постараюсь так, чтобы сделать, чтобы хотя бы до 30-го это продлили. Это будет здорово. Дать шанс. Второе. Я сейчас запущу такую, знаете, как говорят, такую своего рода мульку. Это моя мулька. И вы ее, пожалуйста, примите так, как есть. У нас есть замечательный пакет Innotrans. Кто знает о том, что есть пакет Innotrans? Просто поставьте плюсики, что вы знаете пакет Innotrans. Это, что это за пакет? Он самый первый обозначен на сверху. Это 1000 долларов. Первое, которое вы инвестируете, вам дает дисконт 115. Вторая тысяча, если вы ее инвестируете в течение месяца, дает вам 130 дисконт. То есть, 150 дисконт, прошу прощения. И третья тысяча долларов, которая инвестируется в течение следующих трех месяцев, она дает вам дисконт 200. Так вот, у меня такое предложение. Ребята, такое предложение. Этот дисконт сделать таким дисконтом, как у кого есть дисконт 1 600. Поставьте тоже плюсы. Дисконт 1 600. У кого дисконт 1 600. Эти люди, как правило, приходят на вебинары. Эти люди знают новости. Эти люди, которые понимают, что такого дисконта уже не будет. Ребята, этого не будет никогда. Это шанс. Вот действительно шанс просто невероятный. Если у вас обзвоните всю свою структуру, все свои структуры обзвоните. Донесите для всех, что этот шанс действует, и он будет действовать до конца. Дисконт 1 600, он доступен определенным людям. Может быть, я бы сказал элите, но это не элита. Это пенсионеры. Это огромное количество людей с разными финансовыми возможностями. Но в свое время они поверили в компанию и сделали что-то. Соответственно, так, была бы очень благодарность, как из Литвы приводить деньги. Сейчас мы к этому перейдем. Ничего не заблокировано. Кстати, у Литвы, для Литвы там отдельное есть. Не то, что отдельное, а там сейчас мерчант открыт в банке в Эстонии. По-моему, в Эстонии. Ну, я не буду... Сейчас просто надо что-то уточнить. Итак, дорогие друзья, дисконты, которые есть сегодня, вот просто задумайтесь, задумайтесь. Я вчера, говорю, ехал с Коцевели от нашего партнера по устроенной ферме. На такси выезжал сюда вечером уже. Гузельчка осталась там. Она потрясающая. Сегодня я нырял, кстати, с аквалангом. Я ей говорил, возьми с собой флаг Skyway и установи там в устроенной ферме. Где-то установи флаг Skyway. Но хотя, я думаю, долго там не продержится до первого, скажем так, шторма. Она ныряла с аквалангом и смотрела, как это вот... И мы, общаясь с Сергеем Куликом, это, я говорю, единственный такой глобальный владелец устроенной фермы в России. Импортозамещение, так называемое. И вот эти устрицы, я немножко отвлекусь, устрицы выращиваются более двух с половиной лет. Каждая устрица. Говорят, почему она дорого стоит? Да потому что, чтобы ее создать, чтобы ее вырастить, надо потратить невероятное количество времени. Надо иметь там технику соответствующую, лодки, небольшой пароходик, который Сергей покупал за два с половиной миллиона долларов. И для этого еще надо постоянно нырять. Вот Бузель, я попрошу завтра на вебинаре нашей встречи в Севастополе, чтобы она об этом рассказала. Ее ощущения, как она ныряла с аквалангом, как она все смотрела, что она там делала вообще. Она еще мне не рассказала, почему не успела. Она это сделала буквально недавно. Вот час или два часа тому назад она вернулась с моря. И к чему, опять же, дорогие друзья, я это говорю? К тому, что то, что мы с вами создаем, вот просто визуализацию. Помните, да? Сейчас одну секунду, я даже вам покажу эту визуализацию. Это наши дома, наши башни, которые будут установлены в море. И вокруг этих башен будет рыбное хозяйство. Здесь же будут у нас устричные фермы. Вот это, помните, да? Но только это будет установлено в море. Это установлено будет в море. И вокруг этого, вот этой башни, великолепной башни. Но когда даже башня слова не подходит, как-то синоним чего-то другого. Этой красоты, это будет натуральное хозяйство. Натуральное хозяйство. Это будет наше рыбное хозяйство. Почему японцы, говорят, живут так долго? В одной простой причине. Они не только позитивно мыслят, хотя это может быть основа всего. Но они еще кушают огромное количество всевозможных рыбных продуктов. Производство моря. В такой башне хочу жить. Мариночка, у вас такой шанс есть. Такой шанс есть. И мы это не просто так говорим об этом, мы это создаем. И теперь, опять же, отвлекаюсь постоянно по поводу новостей. Ребята, первое, это смена дисконта. 19 числа. Если не продлят по разным причинам. Но я думаю, что продлят. Вот просто мы будем все настаивать, что все вместе, давайте настаивать, чтобы продлили до конца месяца. Это было супер. Но ориентируйтесь на 19 число. Это первое. Второе. По поводу перевода денег. Ввода именно денег в кошелек. То есть свой кабинет. Есть проблемы? Есть. Но эти проблемы обоснованы тем, что я еще раз вам напомню. У нас в России рекорды по инвестициям. Мы вышли на самые первые позиции. А мерчанты, то есть это, ну скажем так, чтобы было понимание, что количество денег, которые могут поступать и обрабатывать в какое-то время, они ограничены. Поэтому лучше делайте это утром. То есть перечисление визы, особенно по картам визы. Делайте это до, ну, часиков до 10, а еще лучше до 9 утра по московскому времени. Тогда у вас все должно пройти. Если что-то не проходит сразу, повторите, буквально через несколько минут снова сделайте повтор. Скорее всего, это пройдет. Вот Андрей Коровка уже сдаст эту информацию по поводу Севастополя. Ради бога, ребята, только-только приветствую это. Итак, по поводу ввода денег. Все другие системы работают четко. Это биткоины, это свифт-переводы. Сегодня я общался с финансистами, ведущими нашими компаниями. Свифт-переводы работают четко, ребята. У нас систем ввода и вывода денег огромное количество. Но чтобы все работали четко, это не от нас зависит. Не от нас. Поймите правильно. Не от нас. Поэтому есть ограничения и где-то есть определенные лимиты и там, и там. Поэтому выбирайте. Если у вас что-то не получается, вплоть до того, что обращайтесь ко мне лично. Хоть я и региональный представитель по Южноуральскому региону и большее время даже в Крыму провожу, наверное, но в любом случае мы вам поможем. У вас есть вышестоящие партнеры. Обращайтесь к ним. Они владеют этой информацией. Они вам помогут. В крайнем случае напрямую обращайтесь в поддержку. И не просто обращайтесь, а конкретно, только правильно формулируйте вашу проблему. И деньги у вас пройдут в любом случае. То есть в любом случае. Единственное, что особо крупные суммы, вы знаете, они проводятся, как правило, либо с вильпереводом, либо прямым банковским переводом. Здесь уже связывайтесь с руководителем техподдержки Александром Быва. То есть я это говорю по головной компании, говорю по капитал. У Андрея Федоровича Хавратова там можно связаться напрямую с Хавратовым Андреем Федоровичем, либо же с Романенко Игорем. То есть там тоже все обозначено. Поэтому это, пожалуйста, имейте в виду. Далее, еще раз подчеркну, возможно, что это уже обозначено на самом высоком уровне. Возможен переход на 11 этап очень быстро. Но мы как бы это не приветствуем. Но это будет решать все-таки Антон Иванович Юницкий. То есть он решает этот вопрос вместе с руководителем финансов. То есть и с теми людьми, которые владеют полностью этой информацией. К пониманию, почему нам не хочется, чтобы это быстро происходило. По одной простой причине, что у нас есть шанс, у всех из нас есть шанс иметь большие пакеты акций. Плюс к этому, вебинар Володи Маслова, последний, по-моему, да, последний вебинар, где он очень четко, подробно расписывает все нюансы, связанные с обратным выкупом и с возможностью выхода на биржу. Что подтверждается и аналитика Виктора Тарасова. Пожалуйста, ребята, прослушайте этот вебинар. Этот вебинар в открытом доступе. Там вырезка, именно конкретная вырезка. И имейте терпение, чтобы это прослушать, потом, чтобы не говорить, что вы этого не знаете. Просто никогда не надо делать за человека то, что он должен сделать сам. Возможно, возможно, я подчеркиваю, возможно, сейчас идут расчеты, 11-12 этап, начнется обратный выкуп. Проще говоря, вам будет предложено, чтобы не было размывания акций, чтобы не было дополнительного ввода количества акций с вот этого пула в 400 миллиардов, вам будет предложено продать компании обратно с обратным выкупом некоторые пакеты. И вам будет предложена сумма, которая вам должна очень и очень понравиться. То есть, условно говоря, вы потратили 1000 долларов на какой-то пакет, а вам скажут, вам предложат какую-то сумму, которая будет, ну, скажем так, значительно превышать то, что вы уложили. И это будет для вас очень приятно, и вам очень нужны деньги сегодня. Вот этот шанс у вас будет. Некоторые пакеты Radeon, это значит, что у вас есть 1, 2, 3, 4, 5, я вам сейчас скажу, дорогие друзья, но не принимайте это к призыву или к чему-то еще, но если у вас есть шанс сегодня открыть еще пакет на 25 долларов в рассрочку, или на 50, или на 100, или на 500, или на 1000, открывайте. Почему? Потому что те пакеты, которые у вас уже есть, которые вы уже выкупили, вы сможете продать их в обратном выкупе и получить прибыль сегодня. Сегодня. Не завтра, послезавтра, а, как говорится, сегодня. Если вам это не интересно, вы и так зарабатываете хорошие агентские вознаграждения. Ради бога, оставьте эти пакеты для того, чтобы они через год, два, три превратились из одного доллара в 100 долларов, в 1000, а может быть в 10 тысяч, я не знаю. Но все будет регулировать рынок. Но в то же время, хотим мы этого или нет, но наша технология уже подтверждена, что она востребована практически по всему миру. Как говорил Анатолий Владимирович Веницкий, к нити пальцем, закрытыми глазами, в любую точку на нашем шарике, и там технология наша нужна. Вот что это такое. Плюс к этому, дорогие друзья, 11 числа, 11 сентября приезжает расширенная группа специалистов по сертификации. Что это означает? Для нас это суперэтап, тогда, когда, скажем так, есть оптимистический прогноз, пессимистический прогноз, но пройдет месяц, два, три, и как минимум две наши технологии, это городские и прогулочные трассы, будут сертифицированы. То есть это звонок к тому, что начало строительства везде, где уже сделана соответствующая подготовка. Почему мы в Крыму к этому и готовимся, хотя Крым это отдельная, как говорят, епархия, здесь и санкции и так далее, и так далее. Но хочется, что в Крыму, в этом райском уголке, особенно Новый Свет, Судак, там я могу перечислять уже много-много мест. И вот когда я там проезжаю, буквально, чуть не сейчас последний день, чуть не каждый день все это видел, я проезжаю и понимаю, что вот здесь просто провести наши прогулочные трассы и унибайки, это, ребята, это просто крышу сносит от того, насколько это будет красно, здорово, красиво, востребовано. И туристы, в конечном счете, со всей Европы будут сюда ехать для того, чтобы просто хотя бы прокатиться на всем этом и посмотреть эту красоту воочию. Вот к чему это я говорю. Далее. Итак, по поводу проплат, дорогие друзья, это очень такая, знаете, тема. И сейчас, к сожалению, к сожалению, к счастью, Женя Кудряшев, Евгений Кудряшов, руководитель Skyway Capital, находится в отпуске, но он на связи есть. И вот эти вопросы решаются и без него, то есть помимо него, но его присутствие, конечно, очень важно. 11 числа он возвращается с отпуска, и я думаю, что многие вопросы будут сняты быстрее. Ну и еще плюс к этому, очень много пожеланий, чтобы вернули там Яндекс, вернули Киви и так далее, и так далее. Ну, дорогие друзья, это зависит не от наших хотелок, не от хотелок компаний, а от того, что существует определенное ограничение перечисления денег. Поэтому миллионы, прогонять там, миллионы долларов, прогонять через Киви, через Яндекс, просто нам что-то практически невозможно. Либо они за каждое перечисление начнут такие бумажки требовать, что и вы все застрелитесь, и компания застрелится, условно говоря. Поэтому здесь нужно просто понимать, что все, что мы делаем, делаем для того, чтобы было максимально удобно. А уже, извините, нам иногда надо потрудиться, надо освоить, допустим, систему AdvoCash. Система вообще потрясающая, вывод в долларах и проплата в долларах. То есть, вот я вообще считаю, что AdvoCash – это одна из лучших, самых удобных систем. Но не надо только на нее акцентироваться. Акцентируйтесь на то, что вам, если понятно. Но если непонятно, ну заведите себе AdvoCash кошелек и делайте проплаты без проблем, помогайте своим партнерам. А жаловаться, обвинять мы можем все. И я точно так же, как и вы, мне хочется на что-то пожаловаться, кого-то обвинить в чем-то. Но, дорогие друзья, на себя-то ответственность тоже надо брать. Да, вот Сережа правильно пишет, прекрасная система. Андрей Коробка, кстати, сегодня, сегодня только получил, вот видите, конверт. Вот это конвертик такой. В нем карточка находится, карта AdvoCash. Поэтому, как она будет работать, я еще себе не завел, хотя у меня на AdvoCash уже практически тысяча долларов лежит. Но, 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 заведу точно так же, Андреев будет первый. Там большие проценты, но по поводу ввода и вывода денег с компаний, 0%, то есть один в один выходит, Федор, выходит в долларах. И проплачивать пакеты вы точно так же можете, с одного, так же в долларах, беспроцентно. А вот уже переводить в другие валюты, это, ну, карту, заведите карту. Ну, Федор, в этом отношении только одно может, я могу только одно сказать. У меня карта, вот, огромное количество карт. И в основном, кроме Крыма, в Крыму это проблема. Но, беспроцентно, Ангелина, абсолютно верно, Ангелинская, она вообще замечательная такая женщина. Вот, все, что вы проплачиваете, ну, все, ребята, зачем вам наличные деньги? Вы с этой карты беспроцентно оплачиваете услуги. Я не знаю, перелеты, продукты питания, все. В России это все есть. Поэтому скажите мне, зачем вам снимать наличные деньги? Вот, просто обоснуйте, зачем? Если на базаре что-то хотите купить, но у вас всегда найдется лишнее, там, тысячи, две тысячи рублей в месяц для того, чтобы что-то купить на базаре. А может быть больше. Просто обоснуйте, подумайте. Это консервативность мышления, в хорошем смысле слова, у нас присутствует, что мы хотим что-то иметь в руках. Но зачем, если уже технологии поменялись? А в дальнейшем, в ближайшем будущем, и у нас тоже самое, технологии блокчейн, и тем более все возможные гаджеты. Вот, телефон, вам денег не надо. Вы с телефона будете все оплачивать, поднесли телефончик, тут же оплатили, поступили деньги. Они у вас, как говорится, через телефон все проходят. Да, абсолютно верно, Ангелина, да, я согласен, что у нас карты много всяких. Итак, дорогие друзья, сегодня вебинар. Я сегодня никакие фишки давать не буду по одной простой причине. Я даже не ожидал, что у нас вебинар состоится. Просто не хочу, как бы, свои проблемы на вас переваливать или извиняться, или что-то объяснять. Но так оно было на самом деле последние практически дней, наверное, 15-20. То есть недели 2-3. Так вот, самое основное, самое основное. Дайте максимум информации своим друзьям, родственникам, знакомым. Почему? Потому что меняется стоимость акций. И меняется резко. Плюс к этому. Дополнительно, просто дополнительно. Я еще раз вам, я так и не сказал вам. Вчера я ехал на такси из Коцевели, и вот до Крыма, считайте, больше часа. И вот, знаете, у меня как выстрелок. Кто знает, что такое криптовалюта, поставьте плюсы. Вы знаете, что такое криптовалюта. Что такое биткоин там, этериум, либо что-то еще. Просто поставьте. Кто-то знает, кто-то не знает и так далее. Пакет акций, то есть стоимость акций поменяется практически в 2 раза. Будет дороже. Не дороже, а вернее за те же деньги вы купите в 2 раза меньше акций. Вот, Мариночка, да, слышим каждый день о разных криптовалютах. Но, во-первых, я вас хочу порадовать в том плане, что технология блокчейн у нас в группе компании Skyway реализуется. И сейчас подготовка ведется к ведению документации, сфиксированию. И даже в конечном счете, через некоторое время, то есть наши акции, то есть наши, все документация будет вестись через блокчейн. И самое основное, что либо у нас будет собственная криптовалюта, либо определенные токены мы возьмем для того, чтобы расплачиваться в дальнейшем именно цифровой валютой. И просто задумайтесь, если вы понимаете, что такое инсайдерская информация для всех нас. По поводу ICO, это то, что запретили там в Грузии, это, да, это, ну вот, я могу долго об этом говорить и рассказать, что, как Китай свое делает, он то так, то так, то иначе и так далее, и так далее. Это не имеет значения, по одной простой причине, криптовалюта будет в любом случае. В Китае, в России будет она контролируемая, неконтролируемая, частично контролируемая и так далее, и так далее. Будет, но это будет, это игнорировать невозможно. У нас будет свое. И просто задумайтесь, что у нас это единственная, может быть, будет криптовалюта, а точнее цифровая валюта, цифровые деньги, которые обеспечены гигантским бизнесом. Самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Просто подумайте об этом. А теперь дальше. К чему я все это веду? К тому, что если у вас есть сегодня биткоины, замечательно. Есть какие-то другие криптовалюты, замечательно. Их рост составил в конечном счете, можете сами посчитать, в десятки, у кого-то в сотни, у кого-то в тысячи, а у некоторых людей в десятки тысяч раз. А теперь просто подумайте. То, что сейчас те, кто приобретает акции группы компании Skyway, у них может произойти такая же ситуация через 2-3, через 5 лет. Вот просто вспомните. Если бы, как мы говорим, если бы я вник в тему биткоина и приобрел биткоины 10, 20, 30 или тысячу биткоинов, или 10 тысяч биткоинов 8 лет тому назад, я сейчас бы, наверное, на этом вебинаре не был. Возможно, не был. А может быть, был бы. Почему? Потому что рост составил просто умопомрачительные проценты. Если первая криптовалюта покупалась, биткоин, за 0,003 тысячных доллара, сегодня это 5 тысяч долларов. Ирина, Путин запрещает криптовалюту, биткоин, доллары, ставить. Ирина, можно скидывать, я вам могу наскидывать столько информации, где наоборот, немедленно надо рассматривать и так далее, и так далее. Суть дела не в этом. Мы об этом сейчас рассуждать не будем. Просто это де-факто. Де-факто есть. И если это игнорировать, то, извините, в конечном счете мы уйдем опять куда-то, вот туда, в каменный век, а весь мир будет двигаться вперед. Вот японцы, они такие придурки, они идиоты, они полностью признали биткоин. Ну, это к чему? Я не к тому, чтобы биткоин скупать сегодня. Просто слушайтесь. Имеет уши, да услышит. У нас есть шанс. Представьте себе, это примерно то же самое, что привезти биткоин 6-7 лет тому назад. Это наша акция. И стоимость группы компании Skyway однозначно будет расти с каждым километром построенной дороги. С каждым новым освоенным месторождением ценных полезных скопаемых с помощью нашей технологии. С каждым перевозом воды, бизнес холодной воды, наверное, слышали, да? Это лабинар потрясающий, Сергей Анатольевич Собиряков. Бизнес холодной воды, которая весь мир нуждается в чистой, экологически чистой воде. А еще и вместе с холодом, в замороженном состоянии, это вдвойне ценно. Вот такой шанс есть. Этот шанс еще будет, ну, в течение, дай бог, в течение года. А может быть меньше. А может быть полугода. Мы, к сожалению, сейчас не можем это сказать, но примерно от полугода до года этот шанс есть. А уже используете вы его или нет, донесете эту информацию для своих друзей и родственников и знакомых или нет, это уже ваша проблема. Нет? Хорошо. И все миллионерами, как говорят, не будут. Но очень обеспеченными людьми, при этом продвинутыми людьми, будут те, кто поддерживает Skyway. Почему? Потому что это благое дело. Я всех благодарю за внимание. С вами был Григорий Мирошниченко. Город Симферополь на сегодняшний день. И группа компании Skyway. До встречи на следующем вебинаре. До встречи на сегодняшний день.